Дорогу велосипедам в Новосибирском Академгородке накануне прошел фестиваль «Крути педали». Его участники могли попробовать свои силы велоориентирования, преодоления полосы препятствий и даже драгрейсинги. Подробности в нашем следующем сюжете. Вокруг Новосибирского государственного университета ни одной машины, лишь велосипеды. Большие и маленькие, железные и даже деревянные. Фестиваль «Крути педали» собрал фанатов двухколесного транспорта. Цель – здоровый образ жизни. Позиционируем, чтобы все у нас общались, взаимодействовали. А самое главное, что ждет много игр, развлечений, соревнований, конкурсов наших гостей. Шестиклассница Ира увлекается велосипедом с ранних лет. Самое дальнее путешествие, которое она совершила, – это поездка до заброшенного мраморного карьера в Искитиме. 80 километров туда и обратно. Я люблю ездить на велике. И люблю то, что он довольно простой, быстрый. И при этом мне надо много усилий закладывать, в отличие от других предвижений. Конкурс «Мартышка» для маленьких садкоежек. Правила просты. Проехать под натянутой веревкой, которая привязана конфета, и сорвать лакомство. А вот тут играют слепых художников. Завязанными глазами рисуют велосипеды. Можно посоревноваться и в силовом экстриме. Участники поднимают железных коней на вытянутых руках. Кто дольше всех продержится в таком положении, тот и победитель. Самой маленькой участнице Олеси всего три года. Но она уверенно рассекает на своем беговеле. В Академгородке к велосипедам особое отношение. Главное средство передвижения в Академгородке – это велосипед. Потому что локально недалеко находятся пункты, куда они едут. Поэтому самый главный друг, наверное, – это железный конь, который у нас есть. Поэтому мы чаще делаем упор именно на такой вид спорта, как велосипед, велосипедные соревнования. Велосипедов много, а вот дорог для них нет вообще. К сожалению. И даже в Академгородке любители катаются по тротуарам и проезжей части, а не по выделенным полосам. Был проект реконструкции старых велодорожек, но он, увы, так и не реализован. Так что пока все-таки рано говорить о велосипеде, как о главном средстве передвижения. Алена Кутепова, Борис Гладких, Новости ОТС. Алена Кутепова, Борис Гладких.